слава украине привет всем от полонского я крайне редко касаюсь тем которые не касаются украины но но косвенно бывает до касается и хочешь не хочешь приходится эти вещи освещать так вот тем паче ночью сейчас сколько там уже часов 12 ночи да но тем не менее сегодня в израиле а точнее на вот территориях идея самария которые спорные между израилем и палестинской так называемой автономии был теракт террористы застрелили двоих пацанов из поселения в самарии не буду там говорить где и как все равно вы не знаете карты без толку говорить вот и одному по моему 16 лет 2 21 год то есть они ставили в пробки на дороге в одной из арабских деревень к ним подошел террористы застрелил вот после чего израильтяне из соседних поселений там надо понимать что там идет вперемешку арабская деревня еврейская арабская еврейская то есть там много поселений и тех и тех и мягко говоря очень мягко говоря отношения между теми и другими нехорошие нехорошие абсолютно да от слова вообще вот и в ответ на это убийство два пацана значит выходят сочнее собираются жители окрестных поселений и идут по опять-таки соседним арабским селам и и сжигают там несколько десятков домов несколько десятков автомобилей начинается очень большой шурум-бурум это уже серьезно и после этого соответственно рядом там схеме собираются уже арабы и начинают собственно говоря другие демонстрации под лозунгами смерти евреям это собираются тысячи молодых мужчин это это серьезная вещь и собственно говоря они готовы убивать уже еврея в отместку то есть как говорится один виток насилия сразу же порождает второй третий десятый и так далее но идет она идет по по спирали по ступеням выше 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 чем окончится вот такая вот эскалации не совсем пока что понятно я скажу что это уже не первый раз там такое опять-таки из газы несутся призывы дамбить бомба свой извините бомбить телевизор хайфу понятно да ашкелон ну точнее ашкелон то что там поближе ашкелона ждут потому что хайфа далеко это с другой стороны ну до хайфа тоже по моему сейчас ракету уже достают то есть неважно вот и начинается собственно говоря я не говорю что начинается какое-то мочилово но с большими предпосылками на большую войну то есть вот этот террорист когда он стрелял по этим двум пацанам которые стояли на обычной легковой машине легковушки в пробке в арабской деревне это все делал с прицелом наперед он понимал чем это какая будет реакция ответная и на эту ответную реакцию будет соответственно еще одна ответная реакция с другой стороны и вот тут все уже говорится дальше уже не найдешь права виноватого вот почему это все происходит это абсолютно понятно может быть инспирировано конечно же ираном тут же ищи кому это все нужно дело в том что это естественно нужно ирану которому кровь сносим кровь сносу нужно чтобы израиль не угрожал или израилю было не до того чтобы угрожать его ядерным амбициям и не до того чтобы дамбить опять-таки тех же самых иранцев которые помогают россии то есть данном случае мы конечно ближе к израилю потому что потому что худо-бедно израиль на помогает на миллионы долларов а иран понятное дело помогает так называемой россии тоже на миллионы долларов но за деньги но за деньги иран бесплатно никогда ничего не делает даже понимать тоже такую ситуацию иран для россии сделать все но за дабл прайс за двойную сумму да так вот если как то вы вин-вин то есть выигрышная абсолютно позиция в этой ситуации это конечно иранцы которые очень довольны что евреи и арабы в очередной раз начали друг друга дамбить иранцы кричат ура не иранцы а именно айатолы иранцам это тысячу лет не надо они с израильным всегда дружили но вот после того как шизанутые абсолютно айатолы пришли ко власти это все прекратилось и иран шизанулся и начал собственно говоря угрожать уже израилю это 79 года а до того отношения у них были абсолютно прекрасно после этого иран стал клахой собственно говоря вот такая ситуация когда кстати одно отношение иранцев которые шииты с арабами которые сунниты тоже хуже не придумаешь я не хочу вспоминать даже ирана иракскую войну которая сколько там лет шла уж не помню 10 лет что и без конца и без края не тому кондропуп или друг другу там несколько миллионов человек то есть не любят они мягко говоря шииты с суннитами очень мягко говоря не любят друг друга так вот в настоящий момент ситуация такова что в шхеме собираются толпы мстить евреям сами понимаете прекрасно тоже вариант не пройдет вот тех евреев которые из поселений которые там пожгли дома и машины арабам их армия по немножечко сумела сумела оттеснить в сторону вообще немножко странная армия потому что все евреи которые живут в этих поселениях они мне служат поэтому тут тут все очень сложно надо понимать сложность ситуации и вот ситуация собственно говоря очень такая острая напряженная и выгодная только ирану и в данный момент натаньягу собрал совещание всех министров на темно то я у кто не знает премьер-министр израиля собрал всех министров которые относятся к силовому блоку но вот они сейчас будут решать чего им там делать и как могу сказать что имеем еще один с пустого места с ничего еще один очаг напряженности в интересах вот этих вот чувачков с айотолами с большой челмой на голове черной айотол шиитов которые рукоплещут всему происходящему слава украине